Михаил Изощенко. Нахальство. Тут на днях одна комсомольская ячейка разбирала бытовое дело насчет одного комсомольца. Этот паренек показал себя с невыгодной, так сказать, стороны. Он гулял с тремя девицами и всем жениться наобещал. А сам он был давно женатый, и даже у него в колыбельке малютка копошилась. Про малютку и про жену он ничего не сказал веренным ему девицам, а наплел им разных небылиц про свою одинокую, холостую жизнь. Одной наплел, что он секретарь полпреда и повезет ее в Ригу, где ей купит несколько пар чулок. К другой втерся в доверие и тоже чего-то такого набрехал несуразное. Одним словом, молодец и Донжуан. А Донжуан, по буржуазной литературе, это такой определенный сукин сын, который согласен сразу за всеми дамами ухаживать. Вот наш комсомолец, проживающий на песочной улице, расставил свои паутины во всех углах и не горюет. Посещает кино, ходит на свидания, врет. Конфеты трескает и думает, что оно так и будет до старости лет. Только стали доходить до комсомольской ячейки слухи, мол, поведение этого комсомолеца довольно недостойное, поскольку он вводит в обман несколько пар женщин. Вот вызывают этого комсомольца в ячейку и говорят ему разные слова. Объясняйтесь, что вы за человек и почему за вами какая-то дрянь наблюдается. Комсомолец им говорит, очень говорит, странно. Это, говорит, есть всецело личное мое дело. И мне, говорит, просто удивительно слушать, чего вы ко мне прилипаете. За мной, говорит, никаких преступных делов нету. Я форменно удивлен вашим заявлением. И, значит, в полном негодовании уходит. Только вскоре узнается, что с этим комсомольцем произошла совершенно уже некрасивая история. Одна женщина ударяет его по лицу, или, правильнее сказать, по морде, делает ему истерику в общественном месте и вообще устраивает скандал. Тогда ячейка решает энергичный взяться за это дело и назначает товарищеский суд. И разбирательство вызывают на суд этого комсомольца, но он упирается. Мне же, говорит, морду набили, меня же и судить будут. Очень, говорит, удивительно, какие хорошие юристы нашлись. И в назначенный день за место явки он присылает заявление. В заявлении говорится. Товарищи, считаю, что вы поступаете в высшей степени некорректно, вмешиваясь в мои интимные дела. По этой причине не считаю более возможным оставаться в узких рамках в ЛКСМ. Мои политические убеждения остаются со мной независимо от членского билета. Ну, конечно, зачитывается эта бумага на собрании. Происходят улыбки и смех. Некоторые ребята удивляются нахальству и глупости. И, одним словом, решают не задерживать этого человека в узких рамках в ЛКСМ. Вот теперь-то, небось, и наделает делов этот нахально-беспартийный молодой человек. А зря его, товарищи, отпустили. Надо было его сначала нажучить хорошенько, а потом... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова